Русский язык Вы поймете, что человек не совсем владеет русским, если скажет «я ездить у трамвая». Так вот, любой язык состоит из речевых, грамматических штампов, из определенной базы конструкций, которые и предлагаются в данном курсе. Каждое занятие – это определенное клише, которое вы сможете усвоить, не прилагая особых усилий. Просто слушайте, повторяйте и старайтесь выполнить рекомендации. Каждое занятие начинается с так называемого синтаксического словаря. То есть, вы слышите татарские предложения и их перевод. Они подобраны так, что в каждом последующем уроке усложняются. Прослушайте эту часть несколько раз. Далее, прослушайте тот же текст, только без перевода. Вы должны научиться его понимать и повторить за мной. Третий этап занятия – небольшой текст. Старайтесь его понять без перевода. Это и повторение, и контроль самого себя. Русский перевод предназначен только для того, чтобы вы смогли преодолеть некоторые трудности, которые у вас могут возникнуть. Кроме того, в конце занятия дается словник основных слов для самопроверки. Новые слова в словнике распределены ассоциативно или по темам. Если вы поняли татарский текст, освоили его, смело переходите к следующему занятию. Старайтесь не делать больших перерывов при прохождении курса. Если уж они случились, повторите и освежите пройденный материал. Надеюсь, что данный курс поможет вам не только в изучении татарского языка, но и общего осознания того, как изучать языки вообще. Желаю успехов! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!